Независимость в Латвии была провозглашена 18 ноября 1918 года, и тотчас же на этой территории началась война против немцев, оккупировавших часть территории Латвии, и советской власти, которые пытались установить советскую власть на этой территории. Надо отметить, что латышские большевики оказались более радикальными, чем российские, в попытках установить социалистическое общество на территории Латвии. Поэтому евреи, пережившие в 1919 году жесточайший террор, поддержали борьбу за создание независимой Латвии. Более 2140 евреев принимало участие, сражалось в рядах Латвийской национальной армии и антисоветских латвийских партизанских отрядах. За боевые заслуги четверо евреев были награждены высшей воинской наградой Латвии орденом Лачплесеса и 11 человек орденом трех звезд. Видите, стереотипы сказываются. Орденом трех звезд. Более 50 евреев Латвии являлись офицерами национальной латвийской армии. В Латвии до 1940 года помнили о евреях, сложивших свои головы в боях за независимость. И вот мы видим латвийских генералов, возлагающих венок к могиле, к обелиску с именами евреев, погибших в этих боях. Так выглядит обелиск в наши дни, в советское время он практически все фамилии, имена были сбиты, стерты. Его восстановили после воссоздания независимой Латвийской республики. Существовал ли в Латвии еврейский вопрос? На государственном уровне еврейского вопроса не было. Однако, если судить по материалам латвийской печати, программным документам различных латвийских национальных организаций, особенно в 1920 и 1924 годах, еврейский вопрос стал очень остро. Журналист Эрнст Бланк писал, что еврейские предприниматели сводят на нет результаты освободительной войны. Латышам, сбросившим немецкое иго, грозит иго еврейских банкиров, предпринимателей и торговцев. Наиболее антисемитскую позицию занял Христианский национальный союз. Он издал серию брошюр, направленных непосредственно против иудаизма. В Первой Латвийской республике не было антиеврейских законов. Однако антисемитизм проник в различные сферы общества, слои населения. Почему это произошло? Латыши как нация сформировались в 19 веке, как бедный крестьянский народ. До 1917 года на территории Латвии в составе Российской империи ведущие позиции в экономике принадлежали немцам. После войны за независимость резко выросло городское латышское население. Достаточно привести пример Риги. В 1920 году латыши впервые за всю историю города составили более половины населения, 55%. Около 16% составляли немцы и 13% жителей Риги составляли евреи. В это время начинается активное складывание, создание, зарождение латышской городской буржуазии. Но у латышей не было своих капиталов для быстрого восстановления республики. Решающую роль в экономике вместо немцев заняли евреи, у которых были достаточно сильные обширные экономические связи с Англией и Германией. Это не могло не вызвать у латышей переноса неприязни с немцев на евреев, их заменивших. В начале 20-х годов это привело к усилению латышского бытового антисемитизма. 19 июля 2021 года газета Бри ВЗМ «Свободная земля» писала «Все лучшие места для купания в Юрмале заполнены жидами». Журнал «Латвия Скареверс», латвийский солдат, опубликовал статью «Мы и они». В статье подчеркивалось «Они не мы, они не только чужие, они не нравятся, они нежелательны, они создают новую Палестину в Юрмале, ими полны рижские бульвары». 27 июля 2021 года журнал «Бри ВЗМ» опубликовал статью «Еврейский вопрос». Против евреев надо создать национальный фронт в составе не только латвийских политических партий, все национальные меньшинства должны объединиться, чтобы избавиться от еврейского влияния и засилия. Не менее 10 газет развернули идеологический террор против евреев. Дело дошло до того, что премьер-министр Латвии Зигфрид Мейеровец, кстати, еврей по отцу, в декабре 1922 года писал «За некоторым исключением латышская пресса культивирует фашизм и битье евреев». В 1923 году латышский национальный клуб издал брошюру «Почему жиды враги Латвии?». При Латвийском национальном клубе создается секция по борьбе с еврейским влиянием. О каком влиянии идет речь? В 1924 году 60% банковского капитала Латвии находилось в руках евреев. Евреи составляли 5% населения, при этом 28% евреев было занято в промышленности, более 48% в торговле. В 1933 году евреям принадлежало более 20% промышленных предприятий, более 28% магазинов и более 48% крупнейших торговых предприятий. В руках евреев находился экспорт лесоматериалов и нефти. О роли евреев в экономике свидетельствует статья в газете «Сегодня». В ней сказано, что обычный ежедневный доход рижской таможни составляет 10-13 миллионов лат. Но в течение двух дней еврейских праздников ежедневный доход падает до 3 миллионов лат. В 1935 году евреи составляли 26-27% зажиточных граждан Латвии. Однако причина в том, что латыши в 20-е и 30-е годы оставались крестьянской нацией. Две трети латышей работали в сельском хозяйстве. Латышский народ никогда прежде не сталкивался с евреями на политической и социальной почве. Всплеск антисемитизма в 20-е годы был вызван националистическими экстремистами, частью зарождающейся латышской буржуазии, чиновничества и интеллигенции, которые не были готовы к конкуренции в условиях демократии. 9 октября 1923 года в газете «Латвис» были изложены идеи, которые появятся в немецкой прессе только в 1933 году. «Латыши. Настало время выступить открыто и смело и активно против евреев-паразитов на теле нашего народа. Тот, кто переступит еврейский порог, является изменником своего народа. Латыш может покупать только у латыша. Крестьянин, ничего не продавая еврею». Знакомясь с антисемитской пропагандой 30-х годов, порой возникает вопрос, кто у кого учился. Латышские антисемиты у немецких или немецкие у латышских? Это латвийская карикатура 1931 года. Деточка, разве ты не видишь, что это черный ядовитый боровик, которым можно отравиться? А вот немецкая карикатура 1938 года. Как тяжело отличить поганый гриб от хорошего, так нелегко распознать мошенника и преступника в евреях. Необходимо отметить, что антисемитизм в Латвии лишь вначале носил в первую очередь экономическо-социальный характер. Однако стали появляться позднее и расовые мотивы. При этом не было политической подоплеки, обвинявшей латвийских евреев в симпатиях к коммунизму. Об этом свидетельствует то, что в 20-е и 40-е годы ни один из местных евреев не был назван в качестве большевистского комиссара 1919 года, и евреев никогда не обвиняли в красном терроре 1919 года на территории Латвии. Это важно отметить, потому что в антисемитской литературе и прессе Восточной и Центральной Европы подчеркивалось именно участие евреев в революционных событиях 1918-1919 годов, а также в коммунистическом терроре. Наоборот, в латвийской прессе отмечалось, евреи с восторгом встречали в Риге 22 мая 1919 года немецкую железную дивизию. В период экономического кризиса 1929 года и под воздействием нацистов в Германии антисемитизм в Латвии приобретает невиданный прежде массовый характер. Началась неофициальная дискриминация евреев в государственных учреждениях и в армии. Как следствие усиления антисемитских настроений, в январе 1932 года в Латвии создается организация Угнскруст, огненный крест, вскоре закрытая властями, но возродившаяся в мае того же года под именем Перконкруст, громовый крест. Именно Перконкруст стал проводником расистского варианта антисемитизма в Латвии. Перконкруст декларировал подрыв экономической позиции евреев, освобождение латышской культуры от евреев, уменьшение физических резервов евреев. Член Перконкруста, поэт Леон Брейкес писал, нельзя допустить, чтобы на нашей земле все тверже закреплялись потомки выродков из Малой Азии. Поднимем штыки и уничтожим их. Проклятие этой земли евреи. Таким образом, оценивая идеологию Перконкруста, можно сделать вывод, что по крайней мере частично идея уничтожения евреев родилась в Латвии задолго до немецкой оккупации. Стоит только добавить, что основу печально известной команды СД под руководством Виктора Арейса, которая расстреляла только на территории Латвии около 30 тысяч евреев, составляли члены Перконкруста. Антисемитские настроения были чрезвычайно сильны в студенческих корпорациях Литония и Силония. Дело дошло до того, что в Латвийском университете было предложено создать кафедру антисемитизма. Все эти факты имели место в парламентской Латвии. Именно в условиях демократии свобода, предоставленная антисемитским пропагандистам в 20-е и 30-е годы в Латвии, впрочем, как и в Германии, позволила создать организованные антисемитские группировки и внедрила антисемитизм в создание многих граждан, которые искали ответа на вопрос, кто виноват в экономических трудностях и что делать. Ответ на этот вопрос дали нацисты в Германии и Перконкрустовцы в Латвии. В случае, когда их действия носили уголовный характер, их наказывали за последствия этих действий, однако их право высказывать свои идеи в условиях демократии не ставилось под сомнение. После государственного переворота 15 мая 1934 года в Латвии был распущен парламент, запрещена деятельность всех политических партий и организаций. Еще раньше, по решению Рижского окружного суда 30 января 1934 года, Перконкруст был запрещен. В июне того же года, уже после перехода к власти Ульманиса, как авторитарного руководителя, были арестованы все активисты организации. Руководитель Перконкруста Гуна Цельминш после трех лет заключения в тюрьме в 1937 году был выслан в Германию. Смешно, парадоксально и трагично то, что в июне 1940 года, по-моему, 21 июня 1940 года, когда из Рижской центральной тюрьмы освобождают заключенных коммунистов, около 150 человек, и в это же время освобождают около 100 Перконкрустовцев, заключенных также в тюрьме. Так вот, коммунистов встречают с цветами, возгласами, ура и так далее, у главного выхода из тюрьмы или входа в тюрьму, а Перконкрустов тихо выпускают из черного хода. Но самое смешное, обе эти группы выдают как за борцов с фашистским режимом Ульманиса, как пострадавших от диктаторского кровавого фашистского режима. После переворота 1934 года в Латвии запрещена свобода печати, поэтому закрыты все антисемитские здания, и антисемитская открытая пропаганда прекратилась. Однако президент Ульман не стремился уменьшить влияние евреев в экономике, стремился обеспечить конкурентоспособность латышских предпринимателей, поэтому правительство ограничило получение евреями кредитов в государственных банках, национализировало часть еврейских банков, промышленных и торговых предприятий. Еврейские предприятия стали платить более высокий налог, чем латышские. Однако никоим образом нельзя говорить о политике государственного антисемитизма. Более того, достаточно сказать, что в 1933-1940 годах Латвия с населением менее 2 миллионов человек приняла около 5000 еврейских беженцев в Германии, Австрии, Чехословакии и Польше. Президент Ульман не стремится к мягкому решению еврейского вопроса в Латвии, поэтому в 1934-1940 годах он поддерживает еврейскую эмиграцию в Палестину, открыто выражая поддержку в первую очередь сионистам-ревизионистам и школам с преподаванием на еврите, понимая, что евреи, изучающие еврит, не собираются оставаться в Латвии, а видят целью своей пребывания на территории Палестины. Важно отметить, что в Латвии, в отличие от Германии, еврей до 1940 года не считался носителем коммунизма. Лишь после установления советской власти в 1940 году латвийский антисемитизм включил в ранее чуждый для себя элемент обвинения евреев в коммунизме и поддержке советской власти. Еврей стал ассоциироваться с врагом, который оккупировал Латвию, принес репрессии и террор. Таким образом, бытовой, религиозный, социальный антисемитизм, политический и расовый слились воедино. После оккупации немцами Латвии немедленно началась обработка местного населения в духе нацистской пропаганды. Именно она способствовала созданию и эксплуатацию восприятию образа еврея, особенно после июня 1940 года, как врага, который виновен во всех преступлениях советской власти. Вступление немецких войск в Латвию трактовалось как освобождение от жидо-большевистского ига. Описание «Байгазгад» страшного года пребывания советской власти в Латвии И особый акцент делался на темах кровавого террора и заговора против латышского народа. Это было ключевыми моментами в системе латышской пропаганды этого периода, 1941-1945 года. В результате был создан образ иудея-большевика как человека, виновного в том, что происходило в Латвии. И это нашло отражение в первых номерах газеты «Тевиа», предложенной вами. Это номер за 23 июля. Первый номер вышел 1 июля, в день вступления немцев в Ригу. И вот от этого врага необходимо избавиться от лозунги, названия статей. И вот жестокость жида чекистов Балтезера, жид Абрам Шустин, зам наркома НКВД Латвии, в штабе чекиста, виновен в преступлениях и так далее, и так далее. С этой задачей от этого врага необходимо избавиться, очистить Латвию. Местные убийцы справились прекрасно. На фотографии мы видим некоторых из них. В 1941-1945 году евреи Латвии были уничтожены, расстрел евреев в Руга, и кто убил. И вот группа самообороны Руга, и мы видим конкретно эти лица, кто это делал, совершал полицейский батальон. Парад в Руга, подчеркиваю, полицейский батальон, а не какие-то другие подразделения. В заключении вспомним слова Карла Ясперса, который после разгрома Германии говорил. Опыт истории учит, демократия ежедневно должна защищать своих граждан, их честь, права, достоинства. Формальная демократия, не умеющая, не желающая себя защищать, уступает место другой власти. Один из видов этой защиты – последовательная борьба против любых проявлений антисемитизма, любого расизма. Однако тут мы вступаем уже в сферу дискуссии о праве демократии защищать себя, о праве, порой вступающем в противоречие с лозунгами о свободе высказывания личности и организации, и о праве публикации тех или иных взглядов в условиях демократии. Но это уже другая, более обширная, я думаю, тема глобальной дискуссии. Спасибо.